Приветствую вас, Елизавета, Елизавета. Ага, значит, смотрите, что хочу вам сказать. Фильм двадцать лет, взрослый, если у него есть проблемы, можете дать ему этот сайт, пусть обращаются, если хочет, поможем, подскажем, всё сделаем, вообще не вопрос. Ну, такие проявления, то есть, вот, если мы говорим об определённой, ну, давайте так, изадаптивности, а, вот, я не буду сейчас брать в расчёт, то, что он разговаривает сам собой, как вы говорите, там, произносят какие-то, их какие-то ситуации вслух, смеются над ними, нет, я не буду трогать, потому что это в пределах нормы, вам коллега уже сказал об этом. Значит, имеет место быть некая дезадаптивность вашего сына с сыном. И некая несамостоятельность. Сложность в налаживании контактов с людьми. Ну, это, в первую очередь, интереса. То есть, во взрослой жизни, тем определяющим фактором, который позволяет заводить друзей, это интерес. если у человека нет интересов, то ему, по сути, нет мотивов взаимодействовать с людьми. К сожалению. К сожалению. И... из-за этого начинаются проблемы. Из-за этого начинаются трудности. Возникает вопрос. Почему у вашего сына нет интересов? Почему он, к примеру, ничем не увлекается настолько, чтобы чем-то заниматься, и по роду своей деятельности, в процессе реализации своих интересов, опять же, взаимодействовать с другими людьми. Это проще. Когда ты взаимодействуешь с другими людьми, ну вот, в контексте своих интересов, а не... а не... там, в контексте, к примеру, просто так. Да? Смотрите. Вы называете своего сына Диким. Вы говорите, что ваш ну, сын не приучен к людям, общаться с людьми не приучен. И... мне кажется, что и у вас есть некоторая потребность в том, чтобы общаться с людьми. И у вас есть некоторая особенность в проблеме интересная. И вы зацикливаете, застреваете на в своей роли в своей роли в своей роли ману. К сожалению. Я не пытаюсь, я не пытаюсь сказать вам сейчас, что вы прям плохая, что вы делаете что-то не так и прочее. Нет. Но я хочу вам сказать, что пример, который вы подаете своему сыну, ну, мягко говоря, не самый лучший. И вероятно, начать нужно с себя. Перестать сына опекать, перестать следить за ним, наблюдать, как это делаете вы сейчас. Перестать переживать за него, потому что ничто его жизни не угрожает. Не вести себя с ним, как будто ему в три года, приучить его к людям. это выражение матери, которая считает своего ребенка трехлетним, а то и меньше. С личными границами вам поработать. С личной ответственностью поработать. Пройти по тем посылам, которые вы демонстрировали и демонстрируете своему сыну. Дальше будет понятно. Дальше будет видно. Такая вот история. Ну, собственно, это то, что я могу вам пока сказать сейчас, потому что говорить про вашего сына неэтично, с точки зрения психотерапии. С вами поговорить можно. Если вы хотите, чтобы ваш сын изменился, нужно начинать с себя и меняться с самой. Вот и что. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи. в качестве лучшего и удачи. В качестве лучшего и удачи.